Движение автомобилей по улице Семашко Движение автомобилей по улице Семашко К другим новостям. 20 дополнительных лет жизни подарила жителям нашей планеты вакцинация от гриппа. В России прививки от этого заболевания делают с 1996 года. За это время заболеваемость в нашей стране снизилась почти в 200 раз. В детской приклинике проходит очередная прививочная кампания против гриппа. О том, когда и где можно сделать прививку своему ребенку, расскажем в следующем репортаже. Приближается сезон гриппа. Позаботиться о своем здоровье и здоровье ребенка нужно заранее. Иммунитет после прививки вырабатывается в течение двух недель. Все желающие могут сделать прививку от гриппа бесплатно. В этом году для вакцинации в детской поликлинике используют совигрипп. Отечественный препарат адаптирован специально для детского организма. Каждая упаковка содержит индивидуальный шприц с необходимым количеством вакцины. Заболеть гриппом именно от прививки это невозможно. И всегда для детей приходит вакцина очищенная, то есть не содержащая консерванты. Это отечественная вакцина, она очень удобна в применении. Единственное противопоказание это является непереносимость куриного белка или тяжелой аллергической реакции на предыдущее введение вакцин. Вакцинацию детям проводят только с согласия взрослых. Прививать ребенка или нет – личный выбор родителей. Важно помнить, что никакая вакцина не гарантирует, что ваше чадо не заболеет. Однако привитый ребенок переносит инфекцию в более легкой форме, без осложнений. Заболеет он или нет – зависит от эффективности работы иммунной системы. Даже если непривитой ребенок заболеет гриппом, вакцина защищает от осложнений. И все-таки достаточно серьезных осложнений – это инцеполита, это и отеки легких головного мозга. Уж не говоря о простых осложнениях. Это вот отита, синусита, пневмония. Всю информацию о вакцинации можно получить у медработников в детских садах, школах и у участковых врачей. Записаться на прививку можно на сайте, либо в регистратуре детской поликлиники. Департамент по делам молодежи и спорта приглашает совершеннолетних горожан стать регистраторами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они будут собирать анкеты и помогать саровчанам выбрать приоритетный объект благоустройства на 2020 год. Срок проведения опроса – с 10 октября по 10 ноября. Обязательно наличие телефона с операционной системой на базе Android. Все регистраторы пройдут предварительное обучение. Подробности по телефону – 9 78 15. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Соответствующее постановление на днях подписали в правительстве. Претендовать на выплату может семья, у которой третий или любой последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Для этого отцу или матери надо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Если на полное погашение ипотеки денег не хватит, банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Многодетным семьям из Дивеевского района требуется помощь в приобретении строительных материалов для дома. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания, ходунки для взрослых и инвалидные коляски. Все это можно приносить в церковный и гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. На сцене Центра культуры и досуга Рафио Цвнеев прошло мюзикл-шоу. Артисты московских театров Эд Шульжевский, Светлана Светикова, Александр Постоленко и другие исполнили арии и отрывки из легендарных музыкальных спектаклей «Нотр-дам-де-Пари» и «Ромео Джульетта». Этот проект возник несколько лет назад. С тех пор артисты объездили практически всю Россию, побывали в разных странах. Подробнее в следующем репортаже. Российская версия песни «Бейль» из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари» знакома практически каждому. Послушать ее в живом исполнении тех артистов, которые участвовали в самых первых постановках легендарного спектакля в нашей стране, довелось и саровским зрителям. В наш город привезли не весь мюзикл, из него отобрали несколько арий. Получился своеобразный спектакль-концерт при минимуме декораций и бессложных танцевальных номеров. Мы сохранили логическую историю, где-то проложили вставочками каждые номера, чтобы была хотя бы какая-то рассказанная история, как от рассказчика какого-то за кадром. И, в принципе, все зрителю понятно теперь, о чем идет речь. Партию «Феба» одного из главных героев «Нотр-дам-де-Пари» исполнял Эд Шульжевский. Впервые эту роль он сыграл в самых первых показах российской версии мюзикла в начале 2000-х годов, когда постановка была на пике популярности. Когда я играл в «Нотр-даме», мне Феб был не близок, он мне был очень далек. Мне тогда было всего 20 лет, сегодня мне 37. А Феб все-таки достаточно такой дерзкий, мужественный и расчетливый персонаж. Через пару лет Эда Шульжевского позвали на роль Ромео в мюзикл по произведению Шекспира. И тогда образ влюбленного 16-летнего юноши был понятнее артисту. Но спустя годы Эду стал ближе Феб. Самая любимая у него песня из «Нотр-дама» – «Как мне быть». На разрыв, как говорится. И там есть где играть, и есть где развернуться в смысле вокала, потому что диапазон песни очень большой, очень много модуляций. На самом деле так написано весь «Нотр-дам». С точки зрения вокала – это очень интересный репертуар для вокалистов. Но это, знаете, как взять какую-то вершину, исполнить ту или иную песню, потому что там есть над чем работать, и есть определенные сложности. Во втором действии артисты показали отрывки из мюзикла «Ромео Джульетта». Оригинальная версия, так же как и «Нотр-дам де Пари», была поставлена во Франции. Она облетела весь мир, стала популярной в России. Саровские зрители смогли послушать любимые арии из этого мюзикла. Танцоры из студии ДЭКО выступили на всероссийском турнире «Кубок Росатома» в Заречном. В соревнованиях приняли участие более ста пар из всех уголков России. Саровчане завоевали на конкурсе сразу два первых места. Подробности в следующем репортаже. В паре Соня Соловьева и Костя Боровков танцуют всего три месяца. За это время ребята успели выучить восемь коротких танцев и выступить с ними на всероссийском турнире «Кубок Росатома» в Заречном. И заняли там первое место. Было сложно. На паркете было много пар. Было сложно сосредоточиться. Но у нас получилось, и мы заняли первое место. Больше сложнее было Соня. Но она справилась, и я тоже помог. Говорил ей, какие движения, что там надо сделать. В начале лета в студии ДЭКО образовалась еще одна пара – Антон Линик и Диана Кузнеченкова. Спортивными бальными танцами оба занимаются больше пяти лет. Смена партнера для них не в новинку. Сложнее всего для ребят было выучить за короткое время десять танцев и сразу показать их на турнире в Заречном. В своей высрастной категории пара стала лучше и привезла домой сразу несколько медалей. Наш результат вообще был неожиданным. То есть я думала, что наш дебютный концерт будет просто провальным. И мы просто тренировали наш прогон. То есть набирали физическую форму и так далее. Но, как ни странно, мы заняли первое место. Были тоже очень рады. И смотря на родителей, которые прыгали потом отчасти, да, это было классно. Кубок Русатома в Заречном проводится в 27-й раз. С каждым годом участников турнира становится все больше. Танцоры приезжают из разных уголков России. Оценивает конкурсантов лучшие хореографы страны по нескольким критериям. Музыкальность, качество движения, взаимодействие в паре и презентация во время исполнения хореографии. Судей было 70 человек. В основном судьи были из городов ЗАТО. Познакомились с очень прекрасным судейским и тренерским составом из Железногорска, из Северска. Это закрытые города. С ребятами из Заречного вообще уже давно дружим и давно имеем хорошие взаимоотношения. В эти выходные коллектив ДЭКа вновь отправится покорять новые вершины танцевального олимпа, но уже в Саранск на фестивале «Радуга России». Саровчанка Софья Тютина завоевала награды на этапах Кубка мира по авиамодельному спорту в Италии. Наша спортсменка оказалась единственной девушкой на скоростном старте. Всего за призовые места боролись более 100 лучших пилотов-кородовиков со всего мира. Подробности далее. В свои 14 Соня Тютина – чемпионка области по пилотажным моделям и победительница чемпионата «Росатома». В ее копилке более 20 медалей и кубков. Больше всего спортсменка гордится бронзовой медалью, которую она завоевала в 2018 году на мировых соревнованиях по авиаспорту в Италии. А в этом девушка вновь решила повторить прошлогодний успех и отправилась на соревнования в Луго. Мы ездим в Италию уже второй год и там боремся со спортсменами. Я была единственной девушкой на соревнованиях и все меня, естественно, смотрели с интересом, все хлопали. На соревнованиях в Италии Соне предстояло пройти сразу два этапа Кубка мира по авиамодельному спорту в категории кордовых моделей. Девушке удалось обойти сильнейших участников турнира и выполнить норматив кандидата в мастера спорта. По итогам соревнований первый этап Соня завершила с результатом 244 км в час, второй – 263. Я собиралась, в принципе, пролететь 280 км в час, но у меня это не получилось, так как погода очень сильно менялась. То есть один день был жаркий, а другие все дни было очень холодно. Максимум я пролетела 252 км в час. И этот результат, естественно, меня не устраивает, поэтому на следующих соревнованиях я собираюсь показать более большой результат. В соревнованиях приняло участие более 100 лучших пилотов со всего мира – Китая, Швейцария, Новой Зеландии, Украины, Польши и других стран. Спортсмены демонстрировали свои навыки в управлении самолетов и разыгрывали первые места в классах скоростных, гоночных, пилотажных и моделях воздушного боя. Класс моделей очень сложный. Модели летят с очень большими скоростями, взлетают со специальной тележки. Тележка после взлета отделяется. И самое главное, что ручку управления во время полета нужно поставить на специальный пилон, для того, чтобы не было подгона и скорость была объективной. Очень часто спортсмены не справляются с моделью и они разбиваются. Мировой сезон по авиаспорту 2019 для авиамоделистов продолжается. Кубок мира по этому виду спорта разыгрывает по сумме трех этапов. Соня Тютина прошла все. Сейчас девушка находится на третьей строчке мировой турнирной таблицы. Итоги соревнований подведут в конце октября. Когда ребенку исполняется 5 или 6 лет, родители начинают задумываться о выборе спортивной секции. В многообразии различных направлений сложно подобрать вариант, который понравится ребенку и будет укреплять его здоровье. Что нужно знать родителям, чтобы привить своим детям любовь к здоровому образу жизни и спорту? Об этом в нашем следующем репортаже. Бокс, баскетбол, прыжки на батуте, футбол и еще десятки спортивных дисциплин. Как в этом многообразии выбрать для ребенка подходящую секцию? Первый пункт на пути к чемпионству, который требует положительного ответа – здоров ли будущий спортсмен? Если врачи разрешили активные физические нагрузки, то можно приступать к выбору. И здесь нет четких критериев. Это всегда выбор душой, сердцем. Как правило, это дает предпочтение родителям таким общепризнанным видом спорта, плавания. Если это для девочек, это художественная гимнастика. Для мальчишек – футбол, баскетбол, единоборство. Как говорят тренеры, зачастую выбор за ребенка делают родители, которые хотят видеть его на плице стали подсчета. Но заставлять заниматься через силу не стоит. Прежде всего, нужна поддержка и понимание со стороны близких. Для того, чтобы воспитать чемпиона, нужно желание самого спортсмена, самого ребенка, настрой родителей, готовых ему помочь, и профессиональный уровень тренера его, а также потраченные годы тренировочного процесса. Бывает, что любовь к спортивной дисциплине у ребенка приходит чуть позже. А если польза видна на практике, то тренировки будут проходить с удвоенной силой. Жене Копыловой пришлось применить приемы борьбы в школе. Обидчик явно не ожидал встретить отпор от девочки. Он синяк. Я все рассказала учителю, и учитель, наоборот, похвалил меня, а поругал этого ученика. Присмотритесь к своему ребенку. Спор должен соответствовать его наклонностям и характеру. Забудьте о своих амбициях и учитывайте интересы ребенка. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.